Добрый день, добрый день. Мы продолжаем разворот на бизнес и у нас в эфире сегодня ведущая Анастасия Белова и Олег Прохоренко. Партнер программы разворот на бизнес Кировский завод Сельмаш. На пользу обществу, как работает социальное предпринимательство в Кирове, в Кировской области, сегодня говорим и у нас сменился пол гостей. Если в первой половине мы говорили о мерах поддержки социального предпринимательства, о тех изменениях законодательных, которые произошли за этот год, то сейчас у нас в гостях непосредственно представители бизнеса. Ольга Лобастова, Ольга Анатольевна, добрый день. Добрый день. Это руководитель Центра активного отдыха «Летучий корабль». Я думаю, что сложно найти будет в Кирове человека или семью, которая не ездила бы к вам в Заречную часть и не была на полянях сказок. И Лариса Юрьевна, прошу прощения, Лариса Алексеевна Есюнина, директор лингвистического центра «Релот». Здравствуйте. Вот. И у нас подошла вот только-только еще запыхавшись Светлана Евгеньевна Гельмин. Насчет запыхавшись это я патрулил. Вот. Потому что руководитель детского музыкального театра «Новое поколение» не может запыхаться, поднимаясь по лестнице на второй этаж в студию. Добрый день. Добрый день всем, да. Вот. И начать хотелось с того, чтобы представить вас, чтобы вы, ну, буквально там в течение минутки рассказали, чем вы занимаетесь и почему именно ваш бизнес, ваша активность является социальной. Давайте с Ларисой Алексеевны начнем. Релот. Дорогие друзья, я обращаюсь ко всем кировчанам и в особенности к тем, кто каким-то образом связан с нашей деятельностью. Иностранные языки 22 года тому назад стали доступны, и именно язык для общения, благодаря тому, что появился Релот. Russian and English languages open doors. Русские и английские открывают двери. Это был наш первый лозунг. Так и состоит из этих слов наше название. И действительно мы открыли двери огромному количеству и детей, и взрослых в том, что они действительно сейчас владеют языками для того, чтобы просто хотя бы общаться. Я уже не говорю о тех замечательных историях, которые у многих сложились благодаря знанию языка, которые они получили у нас. Они достигли всех своих целей, поступили в нужное учебное заведение и столичное, и зарубежное. Карьеру сделали очень многие. Президентская программа тоже не без нас была. И люди действительно достигали высот благодаря знанию языка. То есть фактически каждая третья семья так или иначе в нашем городе каким-то образом соприкасалась с нами. Это и обучение языкам. Обучение различным необходимым для жизни навыкам, таким как компьютерная грамотность. Школа ТВ была у нас вот сейчас, медиа-центр, студия развития для детей. То есть наша деятельность очень многогранна. И, конечно же, тысячи и тысячи детей побывали в наших лагерях и городских лагерях, и загородных лагерях. Любимый лагерь «Звёздный». Привет-привет всем тем, кто нас выбирает. Те, кто из года в год приезжает к нам, и замечательные программы, которые мы предлагаем, вместе с нами реализуют. Я считаю, что это всё деятельность, направленная на развитие, обучение, отдых, оздоровление. Оздоравливаем мы не только в Кировской области, у моря. Ну вот это уже у нас, как сказать, предприятие немножко другое, именно коммерческое предприятие, о котором сегодня мы тоже больше, наверное, даже будем говорить. Но в основном мы всё это делали социально ориентированным предприятием, Центр обучения международного сотрудничества при ЛЦ Релот. Это НКО, это некоммерческая организация, которая действительно социально ориентированная. Ну, я так понимаю, что сегодняшняя... Задача какая? То есть миссия, да, социально ориентированная? У нас именно такая. И мы действительно с этой миссией дать возможность общения, развития, оздоровления, открыть мир. Потому что мы очень много для этого делаем. Обучение за рубежом, работы за рубежом, ОПР, различные программы. Это всё, что мы хотим сделать для того, чтобы человек реализовался, чтобы человек стал свободным. Спасибо. Лариса Алексеевна, давайте попросим наших других гостей тоже немножко о себе рассказать. Ольга Анатольевна, летучий корабль, в чём Ваша миссия и как давно Вы уже занимаетесь этим социальным бизнесом? Ну, нам будет скоро 13 лет. Мы свою миссию формулируем так. Это организация отдыха с душой и смыслом. И мы воплощаем мечту любого ребёнка и взрослого оказаться в сказке. И вот поэтому я уверена, что, наверное, вообще работа с детьми – это всё равно социальный бизнес, как бы не считали, может быть, законодатели. Тем не менее, то, что мы решаем какую-то социальную проблему, то есть мы однозначно развиваем детей. Потому что в поездках, в каких-то экскурсиях это обязательно происходит расширение. Поездки ещё вторая, наверное, составляющая – это ознакомление детей из других регионов. Да, я об этом тоже скажу. С Северским краем. Ну, вот в любой поездке, не знаю, там, за пределы города или даже в рамках города, это всегда идёт такой жизненный опыт, расширение кругозора, развитие. Вот педагоги, которые приезжают к нам, они всегда отмечают, что в наших программах очень легко так вот вплетена воспитательная и познавательная часть не в лоб, а вот как-то в интерактиве, в игре. И это взрослые очень ценят, и дети это очень любят. Поэтому, конечно, вот эти вот традиции, краеведение, может быть, какие-то ценности семейные, взаимоотношения – это всё мы доносим до наших детей. Ну, и, конечно, развитие туризма и конкуренции жестокой такой вот между городами, между регионами нам приходилось бороться в том числе, например, с Золотым кольцом, да, когда уже люди там десятилетиями едут. Там умолчание не ездят, потому что это бренд. Да, и создать практически с нуля вот такой вот имидж города Кирова как туристского города – это было очень непросто. Поэтому мы в этом тоже считаем свою социальную миссию, потому что это огромный труд – поездки на выставки, форумы, где приходилось доказывать – это стоит, Киров стоит посещение. И мы сейчас имеем уже результат, у нас действительно очень много иногородних групп приезжает, и Киров не разочаровывает. И я попросил бы тогда на этой ноте, мы будем говорить дальше, и, Светлана Евгеньевна, вот детский музыкальный театр – новое поколение. Я знаю, что есть там уникальная методика, не методика, да, работы, когда у каждой группы свой педагог. Вот. Ваша социальная миссия в чём заключается? Один из наших слоганов звучит так – развиваем таланты каждого. То есть, независимо от того, какой ребёнок, насколько он творчески одарён, насколько он финансово обеспечен, он находит место и реализацию в нашем проекте. И это, я считаю, очень важно. То есть, это одно из направлений социальной значимости, скажем так. То есть, ведь часть детей приходит, может, процентов 10 – это ему микрофон, зрители, он готов выступать, а большая часть, процентов 90-70 – это дети, которых надо развивать. В том числе, учить выступать перед любым зрителем, независимо от того, снимать какие-то комплексные зажимы, независимо от того, сколько финансово подспорье у родителей какое, да. Это одно направление нашей деятельности, и очень хочется в этом бизнесе находить для всех детей такие возможности. А второе направление – это, конечно, мы много выступаем на социальных площадках города. То есть, буквально прошло воскресенье, мы выступали в школе-интернате номер один. То есть, ребята делают продукт, какие-то спектакли маленькие, интересные. Например, в эту субботу мы едем в дом престарелых, который у нас на солнечном берегу. То есть, это тоже и для детей важно – умение делиться, умение дарить свое творчество. И в том числе мы просто помогаем людям жить интереснее, ярче. И я думаю, что это благодарные зрители, которые всегда нас любят и поддерживают. Спасибо. Сейчас сделаем небольшой перерыв на буквально минутку рекламы и вернемся. На пользу обществу, как работает социальное предпринимательство, мы говорим сегодня. В гостях у нас трое представителей сферы социального предпринимательства. Правда, пока в первой половине мы обсуждали как раз те нововведения, изменения, которые происходят. И непонятно, сохранится, не сохранится именно как образовательные услуги, услуги по развитию детей в реестре субъектов социального предпринимательства. Очень надеюсь, что все-таки это будет. Но у меня немножко другой вопрос. Есть ли потребность и пользуетесь ли вы, как предприниматели, какими-то льготами, бонусами, именно как социальный бизнес на сегодняшний день от центра «Мой бизнес» или от городского центра поддержки предпринимательства? Вы, Алексей Алексеевна, давайте с вами с вами. Ну, я могу сказать, что поскольку НКО, наш Центр обучения международного сотрудничества, приелся Релот, зарекомендовал себя как такое заведение, в котором действительно профессионально занимаются с детьми, интересно устраивают программы, особенно вот это в лагерях было отмечено. Нам Кировская городская дума дала возможность хозяйственной деятельности на безвозмездной основе в лагере «Звездном». Это, в общем-то, я считаю, большой, конечно, плюс для нашей работы, и я считаю, это плюсы для города, и плюсы для лагеря, потому что он 15 миллионов убытка был, а сейчас мы его, в общем-то, планируем полностью реконструировать, много было сделано, и, конечно, лагерь «Звездный» стал одним из самых, может быть, даже модных лагерей. Вот, и я считаю, что вот здесь вот поддержка правительства, поддержка города, она вот налицо. Я не скажу, что вот это была поддержка мой бизнес, Центр поддержки предпринимательства, в общем-то, всегда очень любезно предлагает все возможности, но, к сожалению, вот как НКО же мы не имели возможности с ними сотрудничать. Все, что, в общем-то, мы, как бизнес, дело в том, что, вот я как раз хотела сказать, у нас есть второе предприятие, по которому мы осуществляем туристические услуги, оздоровление детей у моря, там такие вещи, как образование за рубежом. Это ООО «Лингвистический Центр» и ЛОД. Так исторически сложилось, что параллельно мы действуем. То есть, как и коммерческая организация, и как общество, и не коммерческая. И, конечно, все, что мы смогли, какие бонусы взять, это даже, собственно, не от Центра поддержки, а от нашего банка Хлынова, все-таки на более не менее хороших процентах мы взяли большой займ для того, чтобы мы приобрели свое здание, и, в общем-то, достаточно хорошо мы справились с этим займом. И вот сейчас у нас есть красивое здание в центре города. То есть, вот мне помогло именно то, что у нас есть предприятие коммерческое, то, что все-таки для банков легче давать коммерческим предприятиям. Ну, а то, что касается НКО, вы же наверняка заявлялись и получали гранты. Ну, вы знаете, мы не всегда были, как сказать, победителями вот этих конкурсов. У нас, конечно, были выигранные тендеры, в общем-то, мы действительно в некоторых областях лучшие. И я вот считаю то, что мы со службой занятостью работаем, как НКО, и социальную миссию свою тоже дополняем тем, что обучаем предпенсионный возраст пенсионеров. Кстати, очень хорошие есть программы, 68 тысяч государство дает всем, у кого не больше пяти лет до пенсии осталось. И, в принципе, мы вот тоже... Предпенсионный возраст. Предпенсионный возраст, да. На коммерческое и на коммерческое, и это помогает, позволяет функционировать, существовать. Да, потому что разные виды деятельности. Невозможно было, например, осуществлять образовательную деятельность до недавнего времени на коммерческом предприятии. И, ну, в общем-то, НКО не позволяло некоторые виды деятельности вести, ну, как немножко чуждые, ну, такие вот, как туризм, например. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. У вас есть ли примеры, когда вы обращались за помощью или получали помощь в качестве социально ориентированного бизнеса? А может быть, если нет, нуждаетесь в какой-то поддержке, которая на сегодняшний день, к сожалению, предоставлена быть не может? Но, может быть, появится. Мы получаем возможности, как малый бизнес, в принципе, наверное, даже если бы это был не социальный, малый бизнес получает сейчас в нашем городе поддержку в нашем регионе. Поэтому мы пользуемся льготными кредитами в фонде поддержки предпринимательства. Мы обучаемся. Это под какую ставку на сегодняшний день? Так, вот кредит, который мы сейчас выплачиваем, он был получен в прошлом году под 9%, а сейчас у нас есть возможность получить под 6,5%. Вот сегодня как раз, я почему-то спросил, звучала цифра 6,5% для социально ориентированного бизнеса. Такой хорошей ставкой. А может, города 3,25%. У нас там есть несколько параметров, по которым мы имеем право на такую вот хорошую ставку, в том числе то, что состав женщин среди учредителей такой большой, да, и социальный, туризм, да, позволяет получить такую ставку. Ну и обучение. Очень много сейчас приглашают хороших спикеров на бесплатное обучение для предпринимательства, которым мы пользуемся. Звучал еще такой пункт, как содействие выставочной деятельности. Для вас это тоже, наверное, очень значимый, но пользовались ли вы помощью какой-то поддержкой? Вот такой помощью мы не пользовались, потому что мы, как правило, участвуем в выставках, когда Кировская область имеет свой стенд. И мы там работаем на этом стенде. На безвозмездной основе? На безвозмездной основе, да. Да, да. Ну это я считаю, что действительно и региону нужно, чтобы представляли реальные люди, реальные проекты. Поэтому здесь у нас взаимовыгодная такая история. Ясно. Светлана Евгеньевна, руководитель, напомню, детского музыкального театра «Новое поколение». У вас есть ли опыт общения с органами государственной власти в части получения какой-то поддержки? Во-первых, наш бизнес очень молодой, то есть проект молодой сам. Поэтому пока до кредитов дело здесь не дошло, сотрудничество. Но всегда мы пользуемся, конечно, возможностью бесплатного обучения. Потому что, на самом деле, и поддержка от самой Екатерины Гасановой очень сильная, большая, которая всегда поддержит и в личном консультировании, где-то в консультировании процессов по бизнесу. Поэтому обучающим форматом мы очень сильно пользуемся. И именно в этом проекте, который сейчас идёт по социальному предпринимательству, поэтому стало интересно и погрузиться в эту тему, изучить эту тему, может быть, стать одним из первых социальных предпринимателей в нашем городе, чтобы воспользоваться такой возможностью, найти новые ресурсы для развития социально полезного проекта. Я правильно понимаю, что все участвовали так или иначе в «Акселераторе» или не все? Ну, Лариса Алексеевна точно была. Да, мне очень было это полезно. Действительно, огромное спасибо центру «Мой бизнес». Действительно поддерживают предпринимателей очень яркими личностями. То есть есть даже целая вот такая система наставничества. Действительно, мы знаем, куда обратиться. Вот сегодня, вот в данный момент, прямо мой маркетолог с Константином Гудиным общается. И я считаю, это дорогого стоит. Обучение, консультации – это очень и очень ценно для нас. А что для себя уже подчеркнули? Ну, вот я вижу, что и закон, который в июле был принят у вас перед глазами, его тоже обсуждали, да, на «Акселераторе»? Да, вот федеральный закон 26 июля 2019 года, 245 ФЗ, о внесении изменений в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации в части закрепления понятия социальное предпринимательство, социальное предприятие. Ну, в общем-то, сейчас, вот, честно говоря, всё встаёт, ну, как это, с головы на ноги, с ног на голову. Вот не знаю даже, как сказать. Всё-таки с головы на ноги или с ног на голову. Нет, ну, понимаете, вот мы уже, получается, несколько раз вот в такой ситуации были, когда, ну, начинаешь, например, по коммерческому предприятию деятельность, она здесь, ну, поощряема, и здесь, может быть, какие-то преференции должны быть потом. Всё надо заново под закон подстраиваться. То есть, например, если же запрещено было заниматься по коммерческому предприятию образованием, лицензии ни в коем случае не выдавались, поэтому у нас и возникло, ну, вот, 22 года тому назад новое предприятие образовательное, сейчас можно по предприятиям именно коммерческим заниматься образовательной деятельностью, и именно это считается социальным предпринимательством. То есть, я вот не знаю даже, как это сказать, ну, правильно это, неправильно, но вот просто получается в этой ситуации, чтобы стать социальным предпринимателем вот в новом статусе и получать какие-то преференции, ну, не знаю, нужны они нам или нет, но всё-таки, может быть, где-то и действительно пригодятся. Вот, нужно, видимо, опять переводить часть своей деятельности на коммерческое предприятие. Получается, что там меняется законодательство, бизнес, он как был, так и есть, бизнес, но если это НКО, то это как бы не совсем бизнес, но это тоже деятельность предпринимательская, только без извлечения прибыли, по сути, да, и приходится подстраиваться, перестраиваться, но на самом деле, ну, как бы облегчение какого-то не приносит. Ну, вот я сказала слово лавировать, приходится подстраиваться под законы, приходится думать, как правильно всё делать, как выживать даже в конце концов, как развиваться, как получать, иметь право получать какую-то поддержку. Ну, то есть, вот, понимаете, тут, ну, суть-то остаётся одна. Мы все занимаемся деятельностью, ну, те предприятия, которые сами зарабатывают на себя, деятельностью, которая, в общем-то, и на благо общества, и всё-таки для того, чтобы прокормить своих сотрудников, для того, чтобы материально как-то состояться, ведь нужны те же самые таланты, предпринимательские таланты, иные таланты. И вот я считаю, что любой бизнес, по сути дела, возможно, вот этот закон именно связан именно вот с такой тенденцией в мире, что любой бизнес в развитых странах особенно, он обязан быть социально ориентированным. Ну, смотрите, всё равно это не к Ларисе Алексеевне, это вопрос, наверное, ко всем. Не вопрос, точнее, утверждение, вы можете согласиться или нет, государство, оно вправе определять приоритеты. Единственное, что меня как бы в этой связи не устраивает, вот нельзя все регионы причесать под одну гребёнку и сказать, что приоритетом является сегодня там поддержка людей предпенсионного возраста, малоимущих и так далее. То есть приоритеты в определении самого понятия, что сегодня является социальным предпринимательством. Во-первых, это должно быть закреплено и не меняться там каждый год, для того, чтобы не надо было подстраиваться. И если государство говорит, окей, у нас рынок образовательных услуг, связанных с детьми, рынок туристических услуг на сегодняшний день заполнен, и мы считаем, что эта деятельность не относится к социальной, а хотим сделать вот такую деятельность, конечно, это вас не убьёт. У вас есть всегда возможность точно так же брать займы под больший просто процент, точно так же участвовать в выставках и точно так же обучать ребят. Просто здесь всё-таки прерогатива, приоритет есть у государства, но в то же время сам по себе статус, он ничего не даёт. Социальный предприниматель, ты от этого ни горячо, ни холодно, если ты реально не получаешь какие-то имущественные преференции, налоговые преференции, преференции по льготным займам и так далее. То есть статусами, ну да, я социальный предприниматель, это не значит, что к вам будут идти больше, больше покупать, больше людей обучаться, нежели у того, кто не социальный. Ольга Анатольевна, у вас какие впечатления от акселератора? Может быть, что-то вынесли для себя тоже новое, интересное и, может быть, применимое уже в дальнейшей деятельности? Может, уже что-то сейчас начинаете реализовывать? Ну, я бы тоже сказала, что статус, наверное, для нас дело пятое, и поэтому мы понимаем, что мы всё равно будем нести свою миссию, заниматься тем, чем занимались, и считать это социальным, не взирая на то, как это произносит государство. Потому что для нас-то главное, чтобы совпадали вот эти наши ценности, наверное. И мы, как коммерческая фирма, можем получать ту прибыль, которую вправе сами направлять на какие-то социальные направления или на более коммерческие направления. Ну вот я тоже пока не увидела большого какого-то преимущества вот в этой программе для нас. А что интересное было акселераторой? Ну вот рассказывали о различных фондах, в которых можно получать гранты, если правильно сформулируешь идею и докажешь, что это действительно социально ориентированное предприятие. Да, даже ложки можно получать. Или это всё-таки должно быть некоммерческой организацией? Я знаю, что НКО как-то будет, ну, может быть, отходить даже, и больше будут ложки и ИП, которые будут именно участвовать вот в этих грантах. То есть дадут доступ к участию грантов. Да, фонды будут работать больше СОО. Вот это вот, мне кажется, самое главное изменение. Ну то есть вот я для себя так подумала. Почему же так? Зачем вот эти изменения, по сути-то, они нужны? Может быть, действительно, государство хочет поддерживать те предприятия коммерческие, некоммерческие, которые на самом деле самостоятельны, которые могут хозяйственной деятельностью заниматься успешно. И если же они успешны, то вот вам ещё поддержка. Я прошу прощения, Лариса Алексеевна, тут меня показывает, что нам нужно сделать перерыв на рекламу. На этой ноте мы продолжим после перерыва. Спасибо. Партнёр программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Мы продолжаем программу на пользу обществу, как работает социальное предпринимательство. Напомню, в гостях у нас представители социально ориентированного бизнеса. Это Ольга Лобастова, руководитель Центра активного отдыха «Летучий корабль», Светлана Гельмин, руководитель детского музыкального театра «Новое поколение», и Лариса Исюнина, директор лингвистического центра «Велот». И мы обсуждаем «Акселератор», который сейчас в этот момент проходит и будет ещё продолжаться до 18 декабря. Это такое, как это сказать, семинары, тренинги, мастер-классы для как раз тех категорий бизнеса, которые уже считают себя и являются социальными для тех, кто смотрит в эту сторону. Там разъясняют и законодательные какие-то вещи, и каким образом, какие критерии там предъявляются, и какие, наверное, возможно получить преференции. Ну вот, что вынесло из этого «Акселератора», из участия в нём Светлана Гельмин, хотелось бы из первого хосту слышать. Я была как раз сам первый день, когда выступала московская гостья Налбандова Виктория, то есть директор по развитию фонда социальных инвестиций из города Москва. И мне затронуло, интересно было то, что по четырём параметрам подходят предприниматели, под эгиду социальный предприниматель, и в один из этих параметров мы, допустим, подходим, как детский музыкальный центр. И есть какие-то, да, преференции. И, например, один из них, в самом деле, может быть, это не столько финансово, сколько интересно, например, аренда. Потому что, например, для детского музыкального театра хочется большое красивое здание, да, то есть к которому ты придёшь, например, нескоро, где есть какая-то своя сцена, свои оборудованные площадки. А если есть такая возможность, допустим, вот с такой точки зрения использования муниципального, скажем так, ресурса, то тогда, конечно, это интересно. То есть это просто социальное предпринимательство. Естественно, мы будем вести свою деятельность, свой бизнес, его развивать, но именно социальное предпринимательство, реестр, не реестр, даёт возможность и открывает новые ресурсы для развития, которые, конечно, хочется тоже использовать и владеть этой информацией. То есть сейчас вы занимаетесь в стенах... Арендуемых помещений. ...киромайки? Нет, просто арендуемые помещения. Ну, арендуемые помещения. Хотелось бы, чтобы это была прям своя сцена, пусть даже небольшая. У нас небольшая своя сцена-то есть, но хочется больше, больше, да, больше и больше, интереснее, интереснее, профессионально-профессиональнее. То есть вы будете в эту сторону двигаться и будете стараться попасть в реестр для получения как раз имущественной помощи. Совершенно верно. В этом направлении как бы и интересно развивать эту тему, узнавать информацию и быть в курсе. А еще один из критерий попадания именно в реестр социальных предпринимателей, это, по-моему, если не ошибаюсь, не менее 50% сотрудников должны быть предпенсионного возраста, инвалиды. Вот вы как предприниматели в силу специфики вашего бизнеса, вы готовы взять таких людей или все-таки к вашему направлению это не совсем подходит? Давайте я отвечу. Скажем, вот такое направление, именно один из четырех пунктов к моему бизнесу не подходит. У нас очень много молодых сотрудников. Мы опираемся на другой параметр, который проговорили, где, например, не увиделось во всяком случае, где около 50% обучающихся это из малоимущих семей. То есть все-таки вот этот девиз, давать возможность развиваться каждому, своей организации, я хочу его сохранить. Пусть найдут место и возможности, может быть, за счет разных пакетов по стоимости, например, да, услуг каждый. И в том числе, например, у нас есть сейчас трое детей, занимающиеся бесплатно. Я, конечно, это не афиширую сейчас. Да, я все, что бы не лежала, но вы его уже проафишировали, можете сказать. Да, но потому что я знаю, что у них, например, мама там, медсестра, то есть новые талантливые, яркие дети, которые просто дают прекрасно, им это дано от жизни, от природы как бы, да, и я с удовольствием помогаю в этом. То есть я готова помогать и дальше таким вот детям, любым детям, и ярким, талантливым тоже всем. То есть независимо от своего социального статуса, это все равно есть в той или иной степени. Но вот есть там еще такой критерий, если оказываешь именно или малоимущим, незащищенным слоям, или же предпенсионного возраста, пенсионерам, услуги. Не то, что мы вот сами должны быть пенсионерами, а мы должны направлять свои услуги именно на малообеспеченные и незащищенные слои. Определенное количество, там до 50%, по-моему, вот нужно таких услуг иметь. Возможно, действительно, мы подумаем о том, что больше давать именно таким слоям населения. Вот мы уже очень хорошо работаем со службой занятости давно. И вот эта программа предпенсионная, она вот тоже, так сказать, доказательство того, что у нас это есть. Но насколько, конечно, большое количество малообеспеченных семей, трудно сказать. Мы не проводили вот такую статистику. Но я хочу сказать, что, в общем-то, часто обучение – это основное, это вот, знаете, после хлеба, наверное, второе, когда детей из любых семей, малообеспеченных в том числе, приводят в центры, где действительно они могут получить знания. И если мы начнём мониторить, да, у нас есть, конечно, просколько очень, ну, живущих выше среднего уровня, есть такие образования за рубежом, это понятно, что именно для таких. Но поскольку мы учим огромное количество детей, огромное количество молодёжи, вот у нас в Кировской области очень невелик доход на каждого человека. И вот если проанализировать, мне кажется, там найдётся очень немало, ну, пусть не за чертой бедности, но всё-таки ниже прожиточного уровня тот, кто приходит к нам за знаниями. Мне вот вообще непонятно, как технически это можно осуществить, ведь для того, чтобы подтвердить, что ты малоимущий, нужно получить справки с места работы, там, супруга, супруги разделить на количество живущих в семье, иждивенцев и так далее. То есть и каждый получающий услугу должен это принести, это какой-то, не знаю, абсурд. Если бы у нас был вообще общий реестр доходов всех семей города Кирова, это было бы возможно сделать, но в таком ключе, конечно. Ольга Анатольевна. Ну, у нас тоже вот эта вот история с сотрудниками предпенсионного возраста для нас не подходит, потому что наша работа для молодёжи, и мы как раз этим гордимся. Это центр летучий корабль, это прежде всего аниматоры, ребята, молодые. Аниматоры, инструкторы, это молодые ребята. И вот здесь мы свою социальную миссию ещё видим в том, что мы как раз даём творческую работу и вот этот вот первый опыт молодым ребятам, которые, ну, может быть, кого-то это остановит, и не уедут в другие регионы, а останутся здесь. Тоже, кстати, вполне себе социальная миссия. Да, и мы берём на себя вот такое время обучения. Мы проводим школу аниматоров, школу инструкторов и приглашаем специалистов. У нас, например, там наша народная артистка Наталья Николаевна Исаева ведёт курсы по речи. Приглашаем медиков, которые ведут безопасность там. Ну, то есть это наши затраты, которые мы вот... И ваш вклад в общественную артистку. Да, понимаем, что нам нужны специалисты. Не факт, что эти ребята придут работать именно к нам. Они получили хороший опыт, который может им пригодиться. Поэтому... И, конечно, ещё другая наша социальная роль, это то, что мы очень много принимаем бесплатно детских домов. У нас, как правило, на бесплатные программы приезжают в год не менее 300 человек. Это мы знаем всех. Все наши, по крайней мере, близлежащие детские дома, Верхованданка, Спасаталица, Кумёны, потому что они знают, что к нам можно обращаться, мы их примем. И инвалидов. Мы очень много работаем в межсезонье на экскурсионном обслуживании общества инвалидов. У нас там цена такая минимальная, буквально чуть выше себестоимости, для того, чтобы они могли этой возможностью воспользоваться. Ну, ещё хотел просто... Накопилось у меня. На самом деле, материальные какие-то блага, бонусы, наверное, даже не основное, если посмотреть мировую практику. То есть, для бизнеса, если он социальный, если об этом знает широкая аудитория, может быть, мы не доросли просто до этого, люди начинают покупать, пусть даже это дороже, пусть даже услуга дороже, но если они знают, что копейка, которую они заплатили, она будет потрачена на обучение или дополнительное образование, на то, чтобы ребята из детских домов съездили и бесплатно посмотрели, приняли участие в анимационной программе, люди готовы платить. Вот в качестве примера просто есть шоколадная компания Divine Chocolates, как это, великолепные, божественные конфеты, дословно переводится. Эта компания в рамках Fairtrade, их акции на 45% принадлежат фермерам и держится минимальная цена в 2000 долларов за тонну какао, это защищает непредсказуемых колебаний рынка и вся прибыль достается непосредственно тем, кто работает, плюс исключен детский труд, то есть это априори. И люди на Западе покупают этот шоколад, он стоит дороже, но они знают, что это Fairtrade, что это Divine, и что вся прибыль, она идет как раз фермерам. Пусть даже дороже. Та же самая история, я думаю, что когда-то мы до этого тоже дорастем, доживем, и именно социальное предпринимательство будет уже не только рассчитывать на грантовую и государственную поддержку, но и получать от нас, от каждого потребителя, дополнительные бонусы. Ну, что-то добавить еще, я в любом случае желаю вам посетить все мероприятия, напомню, «Акселератор» будет проходить до 18 декабря, практически через день, то есть завтра будет Яна Юрьевна Страузова, сертифицированный бизнес-тренер, эксперт и коуч, вести программу по деловым коммуникациям эффективной работе на публичных мероприятиях. 14 декабря Сергей Васильевич Пономарев будет рассказывать о стратегии развития социально-ориентированного бизнеса, а Иван Владимирович Кулапин о современных маркетинговых технологиях по движению. 16 декабря, 18 декабря также будут мероприятия, можно ознакомиться со всеми ими на сайте «Мой бизнес», «Центр мой бизнес» Кировской области. Я прощаюсь тогда с радиослушателями, спасибо вам большое, было очень интересно, и приходите к нам еще. Спасибо вам. Благодарим. До свидания. До свидания.